Абиров не умеет находить общий язык с гражданами республики Башкортостан и пользуется административным ресурсом, силовыми методами, одним из которых это бригада Бадранова, созданная... Это не бригада, это не строительная никакая, это преступная бригада, которую создал Бадранов для устранения, для устрашения экоактивистов. Непосредственно бригада, созданная в Баймаке, союз местных инициатив за Уралье, она была создана моментально и, в общем, готовили они преступления, запугивая экоактивистов. Непосредственно они организовали и осуществили нападение на меня, сломали мне пять ребер, отбили все внутренние органы, сломали левую ногу, правую ногу прям раздробили на кусочки. Спасибо врачам 22-й больницы города Уфы. Огромное им спасибо еще раз. Когда это касается этой темы, я всегда говорю им спасибо. Спасибо хирургам, спасибо персоналу. Спасибо огромное. Хожу, слава Богу, благодаря вам. И вот, сейчас я буду про все это рассказывать, как это было непосредственно, кто готовил, как это готовилось к преступлению, кто совершал, кто оплачивал. А сейчас вот для начала, посмотрите, вот раньше вот Андрей Пателицын сделал такую небольшую программку, ее посмотрите, но он в принципе начал раскрывать тему и это все правильно. А я пока подготовлю видео, которые были в больнице и буду выкладывать это все поочередно, чтобы вы видели, что происходит, что происходило и как это делается в республике Башкортостан. Уже тогда пытались обвинять нас в каком-то нацизме или еще в чем-то, а сейчас уже добрались уже конкретно. Это было спланировано, готовилось, вот готовилось в течение трех-четырех лет и дошло до того, что все-таки они спровоцировали вот эти события в Баймаке. Смотрите видео Андрея Пателицына. А потом я выложу с больницы, выложу сходы в поддержку меня, выложу... В общем, буду выкладывать все. Несомненно, самым громким событием прошедшей недели были события в Баймаке, где местная МВД задержала и обыскала жилища у троих граждан, по мнению жителей Баймака, подозреваемых в избиении Ильдара Юмагулова. И речь идет о неком Иделе Султанове, Азамате Курбангулове и Сергее Логинове. Все эти трое людей плотно и надежно ассоциируются в Баймаке с неким союзом общественных инициатив за Уралье. Вот этот вот союз Меча и Орала, который создан непосредственно Азатом Бадрановым, собственно, и возглавляли вот эти три героя. Идель Султанов был председателем этого союза, Азамат Курбангулов заместителем председателя, а посовместительствующую директором местного ФОКа. А вот Сергей Логинов — это такая мутная фигура, ранее судимый, неизвестно где работающий гражданин. Событие это, конечно, всколыхнуло и не только Баймак, но и всю Башкирию. Дело в том, что давно и мучительно тянулось вот это следствие вокруг избиения Ильдара Юмагулова, активиста, который выступал против варварской разработки полезных ископаемых в Баймаке. Кроме всего прочего, Ильдар Юмагулов — это тот самый человек, который в лицо Хабирову сказал, что Хабиров — это не народ, и что Хабиров — это еще не вся республика. Это было знаменитое столкновение активистов и Хабирова вместе с Александром Сидякиным, когда Хабиров заявил, что он и есть республика. Когда он сказал вот эти знаменитые слова, «Республика стоит перед вами». Ну, в общем, вот этот самый Ильдар Юмагулов был жестоко избит в Баймаке, ему сломали обе ноги, он долгое время лежал в больнице, претерпел несколько операций, и до сих пор не найдены люди, которые напали на него, при том, что есть видеозаписи камер наблюдения и много-много всяких интересных подробностей этого события. Так вот, Идель Султанов, Азамат Курбангулов и Сергей Логинов, по мнению жителей Баймака, подразвиваются в избиении Ильдара Юмагулова. Все три вот этих героя, по свидетельству очевидцев, пытались сорвать сход граждан, который случился в Баймаке после вот этого печального избиения Юмагулова. В общем, фигуры более чем заметны в Баймаке. И примечательно то, что вот этот вот союз общественных инициатив за Урали, недавно созданная общественная организация была создана при непосредственном участии и Азата Бадранова, и Радия Хабирова. У меня лично не вызывает никакого сомнения, что вот этот союз – это некий противовес общественному движению в Заурале, это организация, созданная для силового устрашения тех, кто не согласен с политикой властей и местных добытчиков полезных ископаемых. Но, впрочем, после обыска и допросов или бесед в МВД, мы точно не знаем, в каком формате происходило это общение, все трое были отпущены на свободу, что, собственно, тоже вызвало волну негодования у баймакской общественности. Однако я отмечу про себя, что подобные действия МВД в Баймаке – это очевидный намек и Хабирову, и Бадранову на то, что нужно прекращать подобную политику в регионе, что она не приведет к ничему хорошему, а только ведет к эскалации напряженности. Люди в Заурале очень возбудимы, они достаточно риски и категоричны в оценках действий властей, и мало не покажется, если их довести до белого коленя. А, собственно, к этому все идет. Тут надо задать себе вопрос. Если силовой образ воздействия на общественность, образ воздействия через страх и насилие – это единственное, что может предложить Азад Бадранов в плане решения проблемы Зауралия, то, наверное, нужно срочным образом его с этого направления снимать. Вот эту ситуацию иначе как подставой в отношении Хабирова назвать нельзя. Если это действительно так, то, конечно, Азад Бадранов, но никоим образом не подходит на место господина Сидякина, на которое он изо всех сил метит. Судя по всему, человечек не располагает достаточным интеллектом и разумом для того, чтобы придумать что-нибудь оригинальное для решения сложной проблемы, а в его видении проблема решается кулаками и бейсбольными битами.